Делегаты съезда – педагоги дошкольного образования со всех регионов России. В Сочи на профессиональном языке они говорят о том, как работать в дальнейшем. А их работа заключается в том, чтобы вырастить личность. Она, как известно, формируется в детстве. Сейчас изменилось направление государственной политики в области дошкольного образования. В этом году внедрены федеральные и государственные образовательные стандарты дошкольного образования. Чем отличается стандарт? Мы говорим о том, что самое важное для детского сада – это подготовить ребенка к школе. Эмоционально, физически. То есть он должен обладать теми навыками, обладать теми компетенциями, которые ему позволяют быть успешным в школе. То есть мы не должны заставлять детский сад учить ребенка бегло считать, писать и так далее. Это задача школьного уровня. Но он должен быть настолько готов в школе, чтобы по следующему его процессу обучения был успешен. В конце года будут подведены первые итоги профессионального стандарта педагога. Сейчас в 30 вузах страны ведется разработка примерных образовательных программ. В нашем крае 300 тысяч детей дошкольного возраста. И вот уже 7 лет система дошкольного образования шагает в ногу со временем. В следующем году на отрасли образование будет выделено 85 миллиардов рублей. Это позволяет решать многие проблемы. Мы сегодня очень негромко, но все же говорим о том, что за программой губернатора чужих детей на Кубани не бывает. Мы сегодня пришли к большому значимому результату. Сегодня на Кубани практически не осталось детских домов. 6,5 тысяч детей были определены в семье и 40 детских домов прекратили свое существование, переформируясь в кадетские корпуса, в общежития для школы Кубанского казачьего хора. Вот здесь дети выступали, в детские сады. Свои таланты сегодня гостям форума продемонстрировали юные казачата. Цель дошкольной педагогики – рассмотреть возможности ребенка. В России более 650 тысяч человек занимаются дошкольным образованием. Это на фоне роста рождаемости. На съезде говорили о том, что останавливаться на достигнутом нельзя, все время нужно идти вперед. Следующий 2015 год будет объявлен годом литературы. И это, по сути, надежда вновь стать самой читающей страной в мире. Пример нам показывают дети. Оказывается, по чтению детей в возрасте от 5 до 10 лет Россия занимает второе место. По словам Сергея Степашина, президента Российского книжного союза, книга должна быть доступной, а образование в детском саду таким, чтобы придя в школу, ребенок с интересом продолжил учиться. На съезде в течение трех дней будут говорить о том, как улучшить первый уровень общего образования. Все круглые столы и секции проводятся в медиа-центре «Олимпийский». Наш объект настолько уникален, что значительных каких-то затрат или временных, или капиталовложений не потребовалось, потому что объект был изначально строился и проектировался таким образом, чтобы была возможность осуществлять конгрессно-выставочную деятельность. Площадкой для диалога руководителей другой отрасли тоже стал медиа-центр «Олимпийский». Здесь же проходит совещание по вопросам подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.